здравствуйте дорогие садоводы у нас в гостях главный агроном компании агропрезент константин фирсов и мы сегодня поговорим о семенах которые можно сеять в мае прямым посевом без рассады сейчас у нас и времени побольше стало основные посадки все закончили и немножко времени можно уделить декоративному составляющему сада рассада у нас уже ни у каких цветов не успевает но зато есть растения это двулетники это многолетники у которых длительный период до которые можно высаживать сейчас семенами ничего страшного что если будет май июнь и многие зацветут осенью многие зацветут на следующий год но тем не менее это всегда вам принесет какую-то радость и самое главное это очень выгодно это интересно да интересно и по сути дела вот если люпин например покупать кустиками то каждый кустик на рынке дорого стоит а тут из семян вы сразу получите как минимум 5 7 10 растений из одного пакетика за небольшие деньги я хочу показать вам какая замечательная смесь вот у этих люпинов называется минарет действительно как минарет потому что но потрясающие здесь окраски двухцветные и розовые и красные вот общаясь с садоводами понимаю что многие даже не знают что люпины существуют с такими расцветками привыкли к диким окраскам и редко встречается белая так сиреневые синие голубые иногда на самом деле окрасок очень много вот кстати сказать белые то тоже есть и потрясающе смотрится когда этот куст с несколькими соцветиями там их может доходить до 15 сразу это очень здорово все выглядит но вот еще одна сорта смесь который называется незадачливый красавец не знаю почему такое название люпин очень хорош сложно сказать у кого-то из селекционеров была вот такая фантазия я еще назову семена вот компания агропрезент они под торговой маркой элит агро идут в продаже и вот посмотрите есть совершенно замечательный клематис клематис маньчжурский который мелкими белыми цветочками цветет да да это не тот вьющийся клематис который вы привыкли цветы мелкие белые клематис побегивания прямостоячие достигают до полутора двух метров иногда и ноги на более бедных почвах они не превышают метр метр двадцать все зависит от агротехники прекрасно начинает расти рано весной очень долго цветет летом самый разгар лета все растение покрывается цветами белыми в кисти их очень много и действительно это белое облако всеми любимые они утины глазки их тоже можно сеять сейчас в мае и я бы вам рекомендовала знаете какого момента дождаться можно даже в июне но когда попрохладнее вот анютины глазки любят сходить когда более такая прохладная погода какие-то выбираете дни когда начинают идти дожди похолодание небольшое и старайтесь как-то их немножко притянить сходы чтобы они не выгорали на солнце и тогда у вас будут вот такие замечательные анютины глазки при раннем посеве в мае и июне в подходящую такую погоду они зацветают уже кости осенью да и зимуют и могут радовать вас ранней весной буквально в конце апреля уже могут быть цветы первые вот такие замечательные маргаритки помпонные розовые белые малиновые тоже можно вырастить из семян и дальше она потом эта маргаритка много-много лет растет и сама размножается уже розеточками прекрасно сеется образуют куртины начинает даже ссорничать по газонам но это придает только какой-то шарм определенный вашему газону весной вот эта растенец и двулетняя лихни с корончатой с белой и ярко малиновой окраской тоже прекрасные самосев дает один раз посеяли и потом уже вы будете в разных местах сада его находить можно просто рассаживать туда куда надо он прекрасно приживается прекрасно цветет все лето очень длительный период очень душистая вот это вот гвоздичка который называется гринадин это не так гвоздика шабу который привыкли все вот с пышненькими но очень милые создания опять же здесь смесь окрасочек вот попробуйте тоже ее посеять ну и еще у нас был отдельный сюжет про эшольцию мы ее уже посеяли это идет как однолетние растения а теперь мы вот приступим к посадке люпина очень несложные занятия семена достаточно крупные и можно просто вот пальчиком пальчиком немножко заглубить не более чем на пол сантиметра на сантиметр и после этого хорошо полить почву и все прекрасно входы очень быстро несколько дней буквально максимум неделя две недели у вас все уже будет хубо в сходах я хочу вот показать что мы сеем сейчас в приствольном круге надо сказать что очень выгодно занимать такое пространство это не отдельно какое-то выделенное место а все равно же вы за яблонькой своей ухаживаете и конкуренции здесь минимальная тем более люпин это бобовый он еще обогащает почву азотом поэтому пользу польза будет только положительным ну конечно не надо загущать уж слишком много растений если даже не взойдут густо можно рассадить совершенно спокойно не переносят пересадку но если это будет лето то конечно молодые растения пересажены лучше конечно притянить как-то сохранить от палящих лучей итак вот берем семечко буквально вот делаем дырочку пальцем все я ее буквально чуть-чуть и да и вот на расстоянии ну сантиметров 10 10-15 метров метров можно в шахматном порядке как-то как вам понравится что увидите лишнее пересадите совершенно спокойно есть у меня еще одна хитрость как притенять растений приживаются даже в самую жару после такой пересадки просто нужно пересаженные растеницы накрыть горшком или пластиковым каким-то контейнером вот да и она просуществует у вас до тех пор пока не приживется вот таким образом мы сажаем наши семена наши люпинчики я что они хочу сказать об этих люпинах они считаются многолетними растениями но вот существует в таком хорошем состоянии наверное года 4-5 да потом они начинают конечно сами старея их надо возобновлять из семян возобновлять поэтому вот посев вот такой вот он даже у тех кто имеет люпины вот пожалуйста не забывайте что вы будете иметь всегда хорошие молодые сильные цветущие растения ну вот мы больше пока не будем вот сажать до этого дохода дальше для примера сейчас мы это все польем и вот такая вот простая посадка она доступна абсолютно любому даже ребенку а потом вы будете просто ухаживать за этим сходом пропалывать иногда до подкорм подкормок даже не нужно люпина он сам себя обеспечивает и вот потом вы будете любоваться замечательными красивыми растениями которые целыми такими кустами будут украшать ваш сад